Продолжаем интегрирование тригонометрических функций и найдем интеграл от произведения sin²x на cos²x dx. Для решения воспользуемся формулой синуса двойного угла. Я вам напомню эту формулу, то есть 2 sinx на cosx это синус двойного угла. После деления обеих частей на 2 получаем sinx на cosx это 1 вторая синуса двойного угла. И теперь нам необходимо обе части возвести в квадрат. Почему? Потому что у нас под знаком синуса sin² на cos². То есть получается, если мы возведем сейчас обе части последнего равенства в квадрат, то мы как раз получим то, что нам нужно. То есть получаем sinx на cosx в квадрате равно 1 вторая sin2x в квадрате. откуда sin²x на cos²x, да, здесь в квадрате, правая часть, равно 1 четвертой, 1 четвертой умножить на sin²2x. То есть мы возводим в квадрат каждый из сомножителей, да? То есть первый сомножитель, второй и точно так же во второй скобке. Далее, теперь нам осталось только подставить, да, вот еще что. Нам еще понадобится, давайте сразу ее запишем, нам еще понадобится формула понижения степени. Синус, на одном из прошлых занятий эта формула у нас была. синус квадрат, синус, так, сейчас, одну минуту, вот здесь вот точечка, да, вот так. Синус в квадрате α, то есть давайте пока запишем для α. На одном из прошлых занятий мы ее с вами получали, выводили. Значит, синус в квадрате α это 1 вторая умножить на единица минус косинус 2α. Откуда мы можем получить синус квадрат двойного угла, то есть синус квадрат 2x. синус в квадрате 2x, то есть что это значит, как получить из предыдущей формулы вот то, что нам нужно. Надо вместо α подставить 2x. Ну тогда и вот здесь вместо α тоже будет 2x. То есть таким образом у нас с вами получается синус квадрат 2x это 1 вторая умножить на скобку единица минус косинус. И вот теперь посмотрите, вместо α2x подставляем, да еще на 2 надо умножить. То есть получается 4x. Таким образом у нас получается вот такая формула. То есть мы сейчас будем использовать в том числе и вот эту нашу вторую формулу. Вот эту нашу формулу. Теперь возвращаемся к нашему интегралу и посмотрим, что у нас получается. Итак, вот это подинтегральное выражение мы с вами можем заменить по формуле, а именно вот что это такое. То есть синус квадрат на косинус квадрат это 1 четвертая синус квадрат и 2x. Таким образом наш интеграл будет иметь вид интеграл от 1 четвертой вместо произведения синус квадрат на косинус квадрат это 1 четвертая синус квадрат и 2x синус квадрат 2x и умножить на dx. Далее, теперь давайте так, 1 четвертую мы вынесем за знак интеграла, сразу 1 четвертую я выношу, а под знаком интеграла у меня остается синус квадрат двойного угла, синус квадрат двойного. А что такое синус квадрат двойного? Вот он у нас, мы отдельно для него формулу уже получили. Поэтому таким образом у нас вместо синуса квадрата двух х мы можем записать 1 вторая умножить на разность единица минус косинус четырех х. Косинус четырех х. И умножить на дх. Далее, интеграл разности равен разности интегралов, давайте раскроем скобки и запишем два интеграла. То есть получаем, ну одну вторую сразу выносим, это получается 1 восьмая и раскрываем скобки. То есть у нас получается 1 восьмая интеграл от единицы умножить на дх, единичку можно не писать, сразу запишем интеграл дх. То есть интеграл 1 восьмая, одну вторую вынесли, остается интеграл от единицы на дх. То есть мы интеграл разности записываем как разность интегралов. Получается интеграл от единички, можно было единичку здесь записать, от единички на dx минус все та же 1 восьмая умножить на, да, да, все правильно, умножить на интеграл от косинуса 4х dx. Как вычислить данный интеграл? Как его вычислить? Ну, во-первых, первый. Что у нас с первым? С первым у нас, поскольку интеграл и дифференциал рядышком стоят, я вам говорил, как легко запомнить, то есть они как бы взаимно уничтожают друг друга. То есть почему? Потому что интегрирование и дифференцирование это взаимно обратные операции, как бы взаимно уничтожают друг друга. То есть получается x, остается x. То есть получается 1 восьмая x. То есть с первым слагаемым разобрались. 1 восьмая x. Теперь что делать со вторым слагаемым? Минус. Для того, чтобы подогнать данный интеграл от косинуса 4х под табличный, нам необходимо, чтобы под дифференциалом, вот здесь, было такое же значение, как и под знаком косинуса. То есть вот здесь должно быть вместо x, а 4х. Если под дифференциалом будет 4х, тогда это будет обычный табличный интеграл вида косинус t dt. То есть мы 4х мысленно как бы заменяем на t, у нас получается косинус t dt. А интеграл косинуса t dt это табличный, это будет просто синус. Синус t, ну в данном случае 4х. То есть нам необходимо, чтобы подогнать этот интеграл под табличный, нам необходимо, чтобы под дифференциалом появилась четверка. Как мы это сделаем? Мы можем сделать так. Мы умножим на 4, но чтобы ничего не изменилось, разделим на 4. Теперь вот эту четверку, которая в числителе, мы можем внести, во-первых, под знак интеграла, потому что константу можно вносить и выносить за знак интеграла. И мы можем ее внести под знак дифференциала. Почему? Потому что константу можно вносить и выносить за знак дифференциала. Если хотите, я могу формулу для дифференциала именно по поводу константы записать, что дифференциал kx это k на dx. Почему? Потому что чему равно дифференциал функции kx? Это производная kx, а производная kx равна k. То есть получается k, да еще на dx. То есть получается константу, посмотрите, мы можем вносить и выносить за знак дифференциала. Таким образом, вот эту четверку мы можем внести под знак дифференциала. В итоге у нас получается, вот здесь в знаменателе 32 в знаменателе, значит получается минус 1,32 умножить на интеграл от косинуса 4x на дифференциал. И вот здесь уже четверку, которая была в числителе, мы вносим под знак дифференциала. Эту четверку у нас уже получается под дифференциалом то, что нам нужно. То есть 4x. Таким образом, мы с вами получили интеграл вида косинус t dt. То есть вот это как бы t мысленно, да, и вот это t. То есть получается интеграл вида косинус t dt. А это интеграл табличный. Такой интеграл равен синусу t. То есть получаем тогда окончательно следующий ответ. Давайте запишем ответ. Во-первых, 1,8x, первая слагаемая. А теперь посмотрите, вот этот интеграл, этот табличный, это получается синус t, то есть синус 4x. Таким образом у нас получается минус 1,32 синус 4x и не забыть добавить константу c. То есть вот это и есть наш окончательный ответ. Задача решена.